Французский полузащитник Блес Матюй Ди все-таки покинул Парис Сен-Джермен. Теперь он будет играть в черно-белой футболке Ювентуса под номером 14, проинформировал сайт клуба. 30-летний Матюй Ди подписал со старой сеньорой трехлетний контракт, а сумма трансфера составила 20 миллионов евро, которые итальянцы собственно и получат в течение этих трех лет. Также согласно контракту французский клуб может рассчитывать и на бонусы за футболиста, еще порядка 10 миллионов. Все зависит от Матюй Ди. Напомню, игрок является четырехкратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка своей страны. Только вчера газета The Times распространила информацию о том, что ПСЖ готов отпустить и Юлиана Дракслера в арсенал за 35 миллионов евро. Бедный немец больше просиживал штаны на скамейке запасных, чем играл. Но по сегодняшней информации 23-летнего Юлиана сватают уже в Барселону и возможно для ПСЖ это будет более выгодное предложение. Согласитесь, если игрок все-таки перейдет в Барселону, это будет намного серьезнее, чем трансфер бразильца Паулиньо. По информации gol.com клубный магазин Барса в день презентации футболиста продал всего лишь одну футболку с фамилией Паулиньо. Но жителям Барселоны в этот день было не до покупок. Сам же лондонский арсенал продал защитника Габриэла Валенсию. По разным данным сумма сделки составила 11-12 миллионов евро. Паулиста подписал с летучими мышами четырехлетний контракт, сообщает сайт клуба. В арсенале за два года он так и не смог закрепиться. Его сумма отступных составит по новому контракту 80 миллионов евро. Валенсия подписала, а точнее взяла в аренду еще одного защитника Джейсона Мурильо, который ранее выступал за Интер. Эта сделка стала для клуба уже шестой в межсезонье. Но из Испании мы еще не уезжаем. Мадридский Реал опасается за своих игроков и увеличивает за них отступные. По сообщению газеты Марко, президент Фалентино Перес распорядился увеличить сумму отступных и за Марко Асенсио. Сейчас в его контракте прописана сумма в 350 миллионов неустойки, которая должна быть увеличена до 500 миллионов евро, по словам президента. Также по новому контракту футболисту поднимут и на 1 миллион зарплату. Тоттенхэм купил у Аякса до Винсона Санчеса. Но об этом мы уже ранее сообщали, просто сегодня об этом официально объявили. Молодой 21-летний защитник подписал со шпорами контракт на 6 лет. По информации английских таблоидов, сделка обошлась в 46 миллионов евро. И как в случае с Матюй Ди, Аякс тоже может рассчитывать на бонусы. В историю Тоттенхэма Санчес уже вошел как самый дорогой футболист. Еще один английский футбольный клуб Эвертон, который активно начал этот трансфер на лето, но потом затих. Почти полтора месяца прошло после трансфера Лукаку. И вот клуб вновь совершил новую сделку. Гильфи Сигурдсен пополнил состав Ирисок, перейдя из Суанси за 49,4 миллиона евро. Игрок таким образом стал самым дорогим в истории Эвертона. Сигурдсен на ближайшие 5 лет выбрал себе 18 номер на спине. Ну и завершим выпуск. Также из Англии новость касается Арсенала. Один из самых богатых людей Африки, Алико Дангате, намерен уволить главного тренера лондонского Арсенала Арсена Вингера, сообщает Блумберг. Но распоряжаться судьбой тренера он сможет, если купит клуб. Напомню, что владельцами Арсенала является Американец Кронки, у которого контрольный пакет акций, и россиянин Усманов, который владеет 30%. Сам же нигерец Дангате давний фанат клуба и уже не первый раз делает попытку приобрести Арсенал. Смотрите также ролик, посвященный последним новостям российского футбола. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и конечно же подписывайтесь, это абсолютно бесплатно.